В медицине. Вячеслав Вячеславович, прошу вас, вот эта томография. То есть в медицине условно. Мы магнитным ресонансом сейчас будем заниматься. Но будем стараться понять, как получается изображение лучше, чем в Янкеновске. Вот. И все, да? Да? Начинаем, да? Вячеслав Вячеславович, право? Вячеслав Вячеславович, мы спускаемся с высоких матчей, практически в вещах. Это литература была, все-таки, а не высоких матчей. Очень интересно. Вячеслав Вячеславович, спускаемся к высоким, так что и не ждали. Ну, не знаю. Высокий или нет? Какая же таланка. У нас сегодня медики продемонстрируют, что это не плохо. Да, это полезно, может, в вещах, да, вот, смело. И квантовая механика тут не будет, даже, совсем. Все будет макроскопическое. Ну, мы признавались на томографии. Сейчас, вообще-то, широкий публик даже знает, что такое... Ну, может, не знает, что, но знает, что существует МРТ. А вот были времена, как и дальше, что прошлое. Тогда, конечно, очень многие физики знают, что такое банкир-резонанс вообще. Наушский, говорит, там, шумографии просто не было. И я, в связи с этим вспомнил рассказ Петра Михайловича Бородина, когда он, в 50-е годы занимался спектроскопией фтора и научился определять по спектру фтора структуру молекулы. Я работал вместе с химиками, которые синтезировали фтороорганические соединения тогда. Ну, и было, это казалось, фантастика. Ну, невозможно так просто, но, там, за короткое время определить структуру молекул. И вот он рассказывал, кто вспоминал, что вот ему дали серию образцов, эти химики, где-то, со структурной формой. Ну, все хорошо было, кроме одного вещества. Ну, никак, он вышел, что он сидел всю ночь, работал. Думал, ну, малая, там, остановка самодельная была, что-то не получилось. Оказывается, они его обманули. Они просто специально, чтобы его проверить, не дали ему любую форму. Так что, а сейчас вот уже, конечно, все физики, химики, биологи знают, что это поминал для нас. Но в широкой попыте, они знают, что есть такое метод. Почти каждая семья. Да, если уж, не дай бог, заболеет, срочет, и подозрение на болезнь, то, значит, означает собака. Ну, вот, томограмма. Что-то должно быть, что такое. Вот, надо вырезать слой, вот, как тут показано. И потом его рассматривать. Ну, в каждом, если есть элементик, то, значит, это будет уже элементик объема. Окна он называется. Ну, и вот, значит, вообще тома, это те... Всем известен, конечно, корень. Вот, это резать. Есть что-то такое, чего нельзя разрезать. Ну, получилось вот атом тогда. Но, грамма, графия тоже известна. А какая там площадь? Так, ну, никакой из ангодейцев такое может быть. А, понятно. Вот, значит, действительно, биологи так вырезают эти слои, там, у каких-то экспериментальных животных, например, растений. Кладут на микроскоп, смотрят. Ну, с живым организмом, с живым человеком надо сделать вместе. Поэтому, конечно, вот, направление томографии, которое, ну, понятно, там, цель является визуализация внутренней макроскопической структуры. А тут, значит, мы обычная макроскопическая структура, ну, и самое главное, что тут вот структура высказалась по данным специально организованного эксперимента, содержащего информацию о структуре в неявном виде. И в этот момент в неявном виде, в общем, томография существенная, ну, в конкретную эпоху, такая, ну, вообще-то, значит, ну, какие филистические, наверное, возможно, других лучевых томографических методов, ну, открытия эвенциальных лучей, значит, самый конец девятнадцатого века, ну, кстати, буквально в этом же году и в следующем году пошли медицинские применения. Сразу стали человека просвечивать. Продактивность вот почти в то же время была открыта. Ну, и, значит, это стимулировало выявление томографических методов. Кстати, почему я сказал там в предыдущем разделе, что именно в эпоху компьютерную появилась, значит, томография, и вообще-то мы томограммы умели делать и без компьютеров. Ну, с очень малым разрешением. Ну, конечно, разрешением мало. Тем не менее, это была томограмма, именно изображение определенного слоя. Ну, не буду еще обыскать, что делать, чтобы интересно, могут подойти и поиски. Ну, настоящая компьютерная томография появилась в 2022 году на основе термогеновского излучения. Ну, дальше идет инститронно-эмиссионный томограф, инститронно-эмиссионный компьютерный томограф. Ну, грубо говоря, идея, что их объединяет, это то, что, грубо говоря, предмет просматривается с разных сторон. Ну, вот, если вы в обычных местных слоях, надо, говоря, отверглись, пожалуйста, с кубоком, чтобы примерно определить, где там какое-то образование. То есть, если есть одна точка, то этих двух проектов достаточно, чтобы определить координаты этой точки, а когда есть распределение, ну, в общем, вроде логично сделать. Давайте будем смотреть с разных сторон много-много раз, с много-много, так сказать, угловыми в этой проекции. Ну, дальше математику найдем, математику, которая позволит построить изображение. Ну, если вы не говорите о магнитно-резонансных методах, ну, прежде всего, значит, тут надо сделать замечание, что это никак не лучевой метод, хотя медики все равно ее относят к культуре диагностики, так что не надо испугаться, потому что им просто удобно. Естественно, что, прежде всего, надо было узнать, что существует вообще в виде распин. Дальше первое, значит, наблюдение ядерного магнитного резонанса, но в кучке, ну, в общем-то, было нехорошо известно. Ну, и, наконец, открытие уже электронного парамагнитного резонанса веществе и открытие ядерного магнитного резонанса. Ну, просто говоря, открыли там ядерный резонанс, электронный резонанс в том году, но имея в виду, что этот резонанс в веществе. А на самом деле, значит, конечно, резонанс известен был и раньше, но в кучках. И все вот эти открытия предшествовали, конечно, этой самой магнитной резонансной клонографии, ну, первая публикация была опубликована в нынче, была пробована. Ну, когда все такое новое и непривычно, реакция была такая, скажем, цитата, я говорю, в нынче. Первая попытка опубликовать, в конце концов, не значит, что она достаточно значительно для нынче, но потом там, в конце концов, статья была опубликована. Ну, и похоже, что это было на школу. Номневская премия. Ну, тоже уже сейчас многие уже знают, что вот первая заявка на открытие была сделана Владислав Александрович Мироновым, ну, и получил свидетельство в 84-м году, а с приоритетом в 60-м. Всего-то 24 года. Не знаю, рекорд, не рекорд, но, может быть, и рекорд, что 24 года между временем подачи заявки и получением этого свидетельства. Ну, то, что касается истории. Ну, давайте дальше тут, что пошло. Ну, я, например, в то же время тоже получил изображение, хотя патент у них был до публикации Латруббора на устройстве для ранней диагностики. Значит, пользовался он там временами релаксации, но это, значит, не шла речь в этом патенте об изображении. Ну, то они почти сразу там получили изображение тоже, ну, по-моему, по-моему. Ну, вот, когда фирма «Финис» начала производить эти томографы, она воспользовалась тоже своим патентом на электромагнитную высокочистотную катушку для медицинского диагностического устройства, которое в 67-м году, ну, ничего ей сказать, томограф без катушки не сделать. Вот. А что? Формулировка, что ли? Да. Да. Да, там, конечно, не об оборудовании, не оборудовании, не оборудовании, не оборудовании. По-моему, оборудовании. Ну, тем не менее, это было значительным и полезным. Ну, и сейчас он сильно задает. Один из основных производителей медицинских томографов. Теперь, первое, значит, изображение, вот, живого организма, было здесь, относится к 77-му году, течение пальцев получили, потом получили методом, ну, да, один из методом магнитного, резонансного, это монтаж, я так не говорю, это чувствительный точек, уже изображение кисней, и в 80-м году уже появился первый промышленный томограф. Вот это известная была фирма Эми, правда, она Эми. Правда, она была известна как фирма звукозаписи. Не знаю, даже я уже историю коммерческую не знаю, они перестали производить. Ну, это вот в Советском Союзе было получено изображение, наверное, первое. Это на основе элементов, вкупленных на фирме Булкинер. Я думаю, что это интересно. Пока мы там новое видео сделали, но он был, как я, по-моему, кемер. Ну, довольно красиво. Честно сказать, я забыл, честно говоря, надо посмотреть. Мы тогда с ними работали, пытались внедрить этот метод чувствительной точкой, поскольку всегда проблемы с томографом, с этим не с компьютером, но и металлоскописи, короткий американский компьютер, там, у которого парень была, короткая коробка. Значит, это будет, наверное, конец 80-х. Ну, забыл, да? Ну, теперь они еще по сей день словам общего переведутся. А терминология здесь. Вы правильно говорите, ядерная магнеторезонансная томография, там, да? Томография на основе электронного парамагнитного резонанса. Ну, действительно, мы говорим слово ядерный, потому что, когда говоришь ядерный, сразу ассоциация с радиоактивными затопками. То есть, что-то вот всегда воздействие на организм, не случится к юргации с таким радиоактивным. Поэтому это радиоактивный, магнетно-резонансный. Хотя бы у меня надо иметь в виду, что это является не только радиоактивным затопом. Ну, вот почему она такая вот оказалась хорошая? Хотя, конечно, есть недостатка, но есть вот положительный предмет. Избирательность в отношении... Понятно. Избирательность в отношении что-то ядер, то есть к кримическому элементу всегда, потому что он резонанс получает на определенном элементе. Чувствительность к малым изменениям структуры и динамики молекулярного окружения, возможности отображения различных параметров. Вот это, пожалуй, самое главное. Можно смотреть по интенсивности концентрацию спина. И вот то, что упоминалось, что чувствительность изменения в динамике молекулярного окружения, это вот криминальные локсации, они отображают молекулярную подвижность. Ну, сейчас, если можно подвижность разного сорта, то есть, значит, диффузия, можно подвижность, и даже, значит, настропивность, и пошло подвижность. Простите, а это резонанс или это свободная индукция? Ну, все это вместе, можно даже резонанс не называть. Ну, свободная индукция, мы не воздействуем переменной полю. Я думаю, что резонанс обычно называют, если мы что-то воздействуем, и отклик. Но сейчас в ядерном магнитном резонансе это почти не осталось, потому что возбуждает импульсом, а потом смотрит свободную индукцию, и здесь все то же самое. В стационарных почти не осталось. То есть это жуткость, но возбуждение и отклик размещены во время. Так вот. А возбуждение как делается? Ну, сейчас дальше скажем. Ну, что еще можно подразить? В скорости характера движения. Ну, и есть такое еще, что ой, сейчас, почините. Перенос ядерного магнитного резонанса. Ну, и наконец, достоинством является то, что воздействие на объект по сравнению с другими метрами есть, значит, самое слабое. Нет, вот этих санктивизирующих не случилось. аж нюрного меньше, чем т.д. Вот что-то изменить техническую ошибку, это вот повторение. Ну, теперь как, значит, ну, как получается сам сигнал, значит, здесь в современном ядерном магнитном резонансе применяются только импульсные минусы. Вот здесь вот импульс, вот здесь самый, пи пополам. И, да, пи пополам, пи в разные варианты есть. Ну, самый простейший вариант, то, что называют именно спад свободной индукции, значит, это вот пи пополам, и потом, значит, спад индукции. То, что в буквальном смысле практически не применяется, применяется более сложная. Эфа спиновая и т.д. Ну, а тут речь идет о том, как вот перейти к пространству. То, что специалисты по магнитному резонансу, там, как-нибудь 60-е, 70-е годы, они сначала, по крайней мере, себе представляли, что вот, что такое магнитный резонанс. Берешь торговечку с веществом, судяешь культурам, берешь в виде спектра всего объема. А тут надо было уже пространство информации получить. Ну, и, в принципе, может быть два подхода. Либо, не на то, наверное, но, может быть, в истории считать. Это потопочное сканирование, то есть поставить эксперимент так, чтобы сигнал получался только от какого-то объема. А второй вариант — это получить сигнал от всего объекта, и потом как-то с ним уже разбираться с автоматическими методами, пытаться отнести сигнал, полученный от всего объема, разделить на части как-то. В принципе, информация будет содержаться в сигнале, но как-то не явным образом. И это, значит, так пространственного кодирования. Ну, а вторая часть — это алгоритм образовки полноценбиданных, который позволит уже получить набианную инструкцию. Ну, в принципе, информацию эту по-разному предоставлять. для медицины было удобно какое-то множество. Ну, значит, какой принцип надо или какие особенности магнитного резонанса использовать? были разные предложения, но все-таки наиболее установившимся это, значит, использовать соотношение между частотой резонанса и значением магнитного пола. Довольно естественно. Известно, линейная зависимость между полем и частотой и таким образом давайте сделаем поле, которое тоже зависит линейно от координаты. В таком вот координате линейная зависимость между частотой и полем. Вот если у нас три, три элементы соответствуют своей частотой. Следующий вопрос, как это используется? Ну, во-первых, значит, хорошо бы, чтобы каждой точке соответствовала каждой точке пространства. Действительно, каждая точка есть данные координаты в соответствии своей частотой. Но, каждой точке пространства делать так, чтобы соответствовала каждой точке пространства своей частотой, невозможно. ну, легко представить, скажем, поверхности равного поля в зазоре магнута, всегда будет поверхность, на которой одно и то же значение поля, а вот точку, может, там в центре одна точка есть, так. Ну, а кому приятнее формально, я выравнение ла-классу запрещаю сделать однозначно. Ну, за отнесение. Это возвращает законность на Земле. Ну, ла-классу, да, вообще, надо сказать, выравнение массовое. Ну, равновесие не так. Так, верность пространства просто. Одни параметры всевозможны. Ну, значит, вот, представьте, 2 равные методы, ну, один из методов как раз получается, ну, это что-то такое, помежуточное. Я рисовал там картинку, когда, получается, сигнал только от одного элемента объема, но здесь не элемент, а вот, исходя из того, что было сказано, можно видеть какой-то слой. Ну, по координате икс, ну, практически, какое последовательное импульсное это можно реализовать. Это дает значительный импульс, и одновременно отключается, значит, диет магнитного поля. Ну, очередной импульс не может действовать в конечной деятельности, бесконечной полосе частот, полос, в нем частота полос ограничена, ну, и, значит, тот сигнал, который здесь я изображен, он получается только диапазон этих самых значений минус. Ну, становятся различными часами. Так что, если у нас какая-то местность координаты, то каждому будет соответствовать какая-то своя частота, но мы будем видеть только те элементики, которые должны попасть в этот диапазон. в данном случае если у нас только тут, 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 то, значит, будет выделено. значит, сплошное распределение, значит, будет выделено все-то в пределах вот этих значений. Ну, здесь более неподробно описывается, почему такая зависимость существует, почему приходится давать такое еще пояснение, на самом деле рассуждение, что спектр импульса не соответствует чему-то, оно неправильно, потому что уравнения, которыми описывается движение магнитности, они не линейные, в смысле линейных систем. Потому что дифференциальные уравнения, которые описывают уравнения блок, они линейные уравнения, но не с постоянными коэффициентами. Вот это предстоятельство определяется наличием переменного магнитного с линейных системы. Это не важно, потому что легко понять, что просто рассматривая обычную векторную модель, кто рассматривает резонансы знакомы, а все в користи знакомы, наверное но если у нас только резонанс, то что происходит? Первоначальное состояние и стандарт подбирается так длительность импульса ради частотного поля, чтобы поворот вектор к концу импульса был на 90 градусов. Это есть и точный резонанс. А вот если резонанс не точный, то появляется какая-то эффективная расстройка в обращающей системе координатной и тогда процессии уже нет вокруг архии нет направления эффективного поля радиостопного поля и вот эти самые расстройки и вот расстройки и вектор начинает процессировать как красиво показано это вторая процессия и к тому моменту, когда при точном резонансе образовался 90 градусный поворот для тех частиц которые имеют точный резонанс до 90 градусов то для остальных может получиться значительное значение меньшее значение меньшее чем это максимальное значение и может быть в таком положении огромного депутата вот эта система модель вращающей системы координат тоже позволяет объяснить и позволяет точно увеличить эффект в медицине используется изменение плоскости приводится название из кофей которые медики-то хорошо знают а если читаешь статью какую-нибудь странное название еще трансуэс это более-менее понятно поперечное но термины фронтальное крональное и сапитальное сечение ну тут картинка маня вот эта картинка иллюстрирует чем больше слой быстрее мутация это будет совершаться ну и значит понятие слой опять же на самом деле конечно не выделяется слой с точно определенными границами в центре у нас получается максимальный сигнал а от краев там сигнал поменьше но пытается сделать такую огибающую чтобы вот эти границы были поменьше условно можно изобразить результат видеть какой-то слой где вектор инновидительности повернут на 90 градусов все объявлены сигнал присутствие этого самого градиента естественно частота каждого элемента соответствует положению и она в явном виде здесь проявляется с как узнать какая частота к какому элементу относится естественно преобразовав рефлюена с этого сигнала сделать и тогда каждому элементу соответствует частота поскольку частота градиента связана с положением элементика то мы будем получать функцию в каком уровне что частота просто частота профессиональных координат ну как мы уже говорили что это по одной координате так можем закодировать а нам нужно вторую еще координату нужно еще до того как начали наблюдать сигнал выдержать этот образец в груди эти руковом управлении ну что за это время понятно тоже будет движение магничности в зависимости от положения образца по этой координате по этой координате мы получим разные частоты не измеряются поэтому важно какая фаза будет в момент окончания этого если бы один был элемент мы можем померить частоту измерить фазу определить апплитуды сигнала смесь этих элементов поэтому опять надо разобраться то же самое надо применять преобразование фурьё надо чтобы преобразование сделать массив отектарных того что здесь получится значит надо много применять ну действительно эксперимент надо провести сделать серию померений с разной длительностью получается похожая вещь ничем времени для каждой точки одного элемента складывается и извлекается информация опять-таки с помощью произведения ну и в общем получается вся схема эксперимента состоит из трех действующего одновременно с радиочастотным полем слой затем еще выполняется фазовое кодирование которое будет влиять на начальные слои этого сигнала и потом частотное кодирование это наблюдение уже в присутствии частотокодирующего на самом деле не обязательно там же важно чтобы фаза менялась фазу можно менять не только изменение длительности липульса удобнее это делать меняя амплитуду все равно фаза это гамма на время фиксированное для Фурье математики все равно это практически так и делается вот это основная идея как получать изображение например сигналов которые получаются до преобразования Фурье обычно не используют свободную эдукцию а используется эхо либо спиновое там еще как раз сигнал полученных методом сэхо и для разных значений фазы как видущее удовлетворение это доброе изображение того то это здесь можно выдвести двукратное произведение disco не мы сейчас видим много изображений Одна из возможностей, которая представляет магнитно-резонансная томография, это изменять вид томограммы в зависимости от постановки эксперимента. В отличие от рентгена и других методов, там один параметр – это поглощение. Можно, конечно, немного энергоэквата менять, что-то от этого будет влияться, но, в принципе, изображение получается одно и только. Там, где плохо, там поглощение синий, там, где плотная смола, поглощение синий. А что же мы тут получаем? Мы получаем все, что угодно. Первое, что используется – это контраст по временам релаксации. Временная релаксация отображает мулитулярную подвижность. Значит, если мы как-то будем различать области с разным временем релаксации, скажем, с т2, то получается, что мы различаем области с разной мулитулярной подвижностью. А это существенно, это информация полезная, поскольку, действительно, в организме подвижность молекул воды, например, в резонанс воды, в основном там смотрим, она будет отличаться для разных тканей и от тканей здоровых и тот же стильных. Ну, где этот контраст? Просто так и нет. Если представим, есть область А с короткой временной релаксацией, значит, забывает сигнал. Область Б с более длинным временной релаксацией забывает сигнал медленно. Я прошу здесь лучше подчеркнуть еще, что в начальный момент при построении вот тех изображений здесь контраста вообще нет, потому что зеленая и красная линия совпадают. Ну, тут взять такой искусственный пример, когда интенсивность седьмого одинаковая. Как они развлечить? Мы не можем развлечить. Ну, на самом деле, там они зависят, конечно, от плотности еще, поэтому мы не можем развлечить. Вопрос, значит, надо наблюдать сигнал не в начале, а там максимальный, конечно, выгодно. То есть с помощью там старой свободной доступности или при помощи, или чтобы брать время появления эха очень маленького. То есть если хана делаем, значит, это 90-180, значит, это интервальчик. Это надо взять очень маленький, тогда будет хорошая интенсивность. Но различие будет маленькое, сколько от этого будет мало. А если же мы будем эхо получать там очень позже, то тоже различие маленькое. И где-то есть вот оптиминка. Ну, и уже оптиминка начинается выше. И зависит от задачи, что надо, какие ткани различить, уже подбирается оптимальное значение ТЕ. ТЕ время появления. Ну, тут демонстрируется на таком эксперименте на пробирочках. То есть это вот пять пробирочек. Ну, здесь не буквально томограмма снимается, это проекция на плоскость, как бы, даже по координате перпендикулярной плоскости изображения, это бьетненько. Ну, на самом деле, значит, здесь вот четыре пробирщика, которые нас интересуют. Это вот эти. А это просто пробирочка с большим количеством воды, чтобы, ну, опорная была, так сказать. От чего отсчитывать? Вот. Значит, если взять время ТВ в 3,2 миллисекунды, ну, то различие между вот этим пробирочками. Количество, вот в этих четырех пробирочках, количество же кистианин. Это растворы. Растворы с пармагнитиком. А пармагнитик меняет время релаксации. Ну, здесь, значит, уже с большими задержками. Вот тут показано. Значит, вот здесь шесть, там, то есть, ну, двадцать четыре миллисекунды где эти картинки, а здесь сорок шесть миллисекунды. И здесь вот разные концентрации разных формагнитиков, они здесь указаны, ну, и видно вот, хорошо, что вот там, где концентрация повышена, здесь вообще здесь исчезает уже при этой задержке сигнал. А вот для воды он все время остается. Ну, чистый стиральная вода. Здесь иллюстрируют этот метод контраста по ТВ, так сказать, чистого шесть. Ну, тут применение изображений, соответствующие, и один изображений. Одна из чертов магнитарной стомографии, что можно, в принципе, получить изображение совершенно различного вида от одного и того же объекта. То, что у нас в яркохом видно, там, кстати, вот эта дыхность, скажем, мозговая, здесь она, наоборот, мало проявляется. Ну, тут удобно использовать не обычную, не ха-ха, а вот эта самая последовательность многоимпульсная. Ну, вот это парсела, когда мы, значит, информацию можно снимать с кардерэффект, получаем много сигналов, ну, с компьютером там все можно делать. Ну, тут разные приемки. Можно, значит, сигналы эхо полученными в разных элементах, в разных элементах, в разных элементах, может быть много, ну, там вот то, что хотят сделать. Ну, здесь первые два взяли, то контраст очень незначительный, а вот здесь вот это все. Я думаю, что это уже чисто арифметические действия в компьютере. Да, это после того как бы отдельно, значит, ну, как бы в этих, мне грубо говоря, чеки памяти или области памяти запоминается каждое эхо, а потом уже с ними вот можно делать все, что угодно, зависимости от поставленных. То есть как бы при различных характеристиках вот этих комплексов можно увидеть разные элементы сканированного цвета, затем они при наложении взят общую картину на раму. Понятно? Ну, тут приведены данные по звенам донсаций. Теперь Т1. Она тоже отличается для разных элементов и для разных тканей. А кроме того, еще, знаете, зависит от пола, например, с которым мы можем много. Ну, существует много методов усиления контраста по Т1, но опять-таки это связано можно связать с методами измерения этого Т1, но для томографии самый простейший метод то вы будете заключаться просто в том, что если выбрать, мы выберем интервал повторения, не такой, какой выбирается для, скажем, тетроскопических исследований. Надо его побольше взять, чтобы галоксацию, чтобы от всех веществ галоксация закончилась и мы снова пришли к моменту следующего выпуса стационарные намаги. А здесь нам надо различить как раз области с разными донами донсаций. Поэтому можно взять, чтобы это условие не выполнялось, примерно в таком же порядке, и тогда для разных тканей будет разная. Ну, известна такая фокула Эрнста, когда для максимальной интенсивности получить раз-друга поворотов. А когда мы контрастируем, ясно, что если мы будем делать разный дон, то для областей с большим временем релаксации мы теряем сильную интенсивность, короткое время релаксации вообще не почувствует этого сокращения. Ну, и опять же, получаются разные варианты изображений. Очень сильно отличаются. Ну, дальше, значит, я просто скажу, что еще можно. Можно, значит, отличать движущиеся, не мультиклярные движения отображания, а вот это галокоскопические движения. Дальше, что там еще? Ну, что же, математикам, галокоскопические, конечно. Ну, примеры получения вот этих, поставить галокоскопические системы, расширяющиеся трубопроводы, вот как они здесь отображаются. Это неподвижная жидкость, а здесь для разных скоростей. Ну, для этих такие модельные эксперименты. Это полученные у нас, да? Это у нас, да, это поле 7 млтс. Ну, тут просто иллюстрируется, как если сильно отличается скоростью, это чуть-чуть более сложная. Ну, а после медицинга это используется для отображения сосудов. Да, можно диффузию также, раз можно, движения чувствовать здесь можно, любые виды движения, в том числе диффузии тоже можно, применяя методы, комбинируя методы изберения диффузии и получения изображений, можно получать разные картинки чувствительные к тому, что хочет, что ждать, а потом будет следовать. Можно снизить направление. Ну, в общем, вот я подпущу, поскольку это уменьшил. Я хотел бы сказать только одну вещь, что вот цветное изображение позволяет усилить контраст, потому что мы можем кодировать так, чтобы рядом даже незначительно отличающиеся, сильно по цвету отличались. Но врачи не любят цветные изображения, потому что в их образовании обычно начало лентгеновские, где черно-белые изображения, и они предпочитают черно-белые. Но в двух случаях все-таки им приходится мириться с цветными изображениями, это вот как раз отображение диффузии, отображение, сейчас я скажу, чего это, и еще так называемая функциональная демография. А вот эти картинки мне интересны тем, что это уже потеряно одной из достоинств, можно интересно сказать, в томографии, все-таки используют и введение контрастного вещества в определенный человек. И вот здесь приведет, значит, то есть без введения, и дальше, значит, основная там нитриги, значит, они вводят это контрастное вещество, и потом наблюдают, снимают все их изображения. Ну, а об этом мы узнаем в четверг, когда будет доклад Филиппу Ручуна, там он, значит, на этом постановится более подробно. Ну, сегодня, я просто почему-то сейчас сказал, потому что сегодня еще будет доклад, где этот метод используется, и как некоторых свойствах этих самых изображений. Ну, вот это вот первая работа по функциональной демократии, здесь только два слова. Здесь исследовались, исследовался человек, который, то есть люди, которые говорят на разных языках. Значит, не знаю свой язык, иностранный язык, но иностранный язык, вот два, значит, этих исследований человека изучали в разное время. Один действие, по какому рамку какой-то, а другое, значит, в более таком жирелом возрасте. Ну, вот интересно, что обнаружение, тут, конечно, очень все плохо видно, но в тем, где не можно. Ну, для того, кто изучал разные экспириции в жизни, у них, соответственно, и в обыске возбуждения, то это смущение. Ну, там, давай человеку какую-то работу на том языке, или нет, ну, и с помощью этой профессиональной демократии определяли все. Ну, вот такой забавный результат, чтобы получать вот этот компьютер по мере заполнения ячеек памятительный. Ну, вот тут уже металлику. Значит, можно применять, конечно, и в технике эта томография, хотя и гораздо меньше применяет. Ну, кажется, у нас лета трасса, так обычно у нас всегда доклады по техническим поведениям есть. Теперь делаем здесь группа после года. Вопросы у Слава Славовичу, пожалуйста. Либо все понятно, либо ничего не понятно. То есть, наверное, кое-что понятно сначала, потом, когда я стал все смешивать. Тем не менее, вопросы... Да, конечно, конечно. Раз вопросов нет, то комментарии... Мне пришлось встречаться с Ивановым, который... С Владиславом Александровичу. Да, да, да. Он приходил, он как раз боролся за приоритет, и приходил и в Академию наук, и как-то он ко мне приходил. И, кроме того, я... Он показывал все эти отзывы, которые он получил... От Романа Анатольевича. Когда он получил отзыв от Романа Анатольевича Житникова, и подписал его тогдашим Константином. И вот я читал все это, и я думал, что так бесконечно вот эта его такая наивная исходная идея была далека от реализации. Вот эту безумную сложность, которую мы тут видим, и которая тренировала необыкновенные ухищенности и вот этой всей огромной компьютерной техники, которой это просто не существовало, что... Я как-то подумал, что не так уж виноват этот самый был Житников, который сказал, что ничего из этого не выйдет. Потому что... А если выйдет, то бесполезно. Я, признаться, в эти же годы примерно тоже был знаком, и мое мнение было тоже, что вообще-то это не сделать. Ну, да. Ну, понимаете, это вот примерно то же, что говорит, что, скажем, вся космонавтика пошла от Солковского или этого вот кибальчика, которые говорили, что вот надо сделать ракету и на ней лететь, или там двухступенчиков ракеты. Ну, когда пришло время, тогда это стало достаточно. Я думаю, что большого злодейства не было тогда сделано. Вы знаете, я с вами не совсем согласен. Все-таки обратить внимание, что ЕММ можно для этого использовать, это все-таки шаг заметный. Ну, как-то, когда дошло время, то есть... И ведь в первой заявке почти все элементы были переписаны, что нужно... Да, вы меня дадали. А заявка как раз с ингредиентами, как раз с ингредиентами. Вот, по крайней мере, лучше, чем радиочастотная катушка, как у Симонса. Нет, нет, ну, конечно, просто журничать. Я согласен с вами, что оценка была затруднительна, но и тем не менее, все-таки что-то упущено в России по сравнению с тем, что могло бы быть. Это, кстати, второе замечание, Роман Анатольевич. Вообще, странно, что его учли в этом кабинете. Потому что я когда смотрел какие-то правила, там один из пунктов. Невозможность выполнения реализации заявки в настоящее время не является основанием ее атлонения. Я думаю, что тут сыграл престиж вице-президента Академии наук. Он же подписал, не Житников, а Константин. Так, все, пожалуйста. Про приоритеты разговаривали, да? Какие-то вот кулиниры, которые тоже придумали, и тоже они известны только в своем небольшом круге. Нет, ну почему? В 84-м году он стал известен всем, потому что было официально опековано, его, так сказать, изобретение... Ну, уже поздно. Ну, просто оно не имело большого смысла. Немножко сейчас будут медики, но мы еще зададим всякие вопросы. Я хочу поблагодарить всех. Вот, Вячеслав Сталович, еще раз. Вячеслав, мы уже позвонили, что...